здравствуйте уважаемые телезрители в эфире программа из первых уст и сегодня мы поговорим о такой проблеме как острой нехватки специалистов сельском хозяйстве я вам представляю с удовольствием гостя нашего это дмитрий или заведующий кафедрой продовольственной безопасности агротехнического факультета североказахстанского университета имени монаша козыбаева здравствуйте дмитрий здравствуйте ну вот прежде чем перейти к теме нашего разговора да почему и причину найти может быть в диалоге мы с вами найдем причину этой нехватки расскажите пожалуйста о вашем факультете агротехническом подробнее сколько кафедр по каким образовательным программам обучаются студенты мы начнем с того что наш факультет самый молодой из всех факультетов нашего университета он образовался как самостоятельное структурное подразделение в 2018 году то есть поскольку образ область у нас североказахстанская награжденная поэтому стало вопрос о нехватке кадров об подготовке кадров и поэтому было принято решение совместно с акиматом области открытие отдельного факультета агротехнологического на факультете в настоящее время действует две кафедры это кафедра агрономии лесоводства и кафедра продовольственной безопасности заведующим которой я являюсь на сегодняшний день готовим специалистов для разных отраслей агропромышленного комплекса готовим специалистов по шести образовательным программам бакалавриата это агрономия технология производства продуктов животноводства технология продовольственных продуктов биотехнология лесные ресурсы и лесоводства и защита и карантин Также есть три программы магистратуры, образовательной программы, то есть это агрономия, технология производства животноводства и биотехнология. То есть те ребята, которые после окончания бакалавриата хотят заниматься научной деятельностью, видят себя в преподавании, в какой-то научной сфере, то они могут поступать в наш университет на данные образовательные программы в магистратуру. Сотрудничаем мы со многими вузами приграничными, со многими вузами Казахстана. У нас работают две двухдипломные программы в настоящее время. По программе магистратуры биотехнологии мы работаем с УРФУ, это город Екатеринбург. Также двухдипломную программу мы запустили в этом году, с сентября месяца мы ее реализовываем в настоящее время, с Арктическим государственным агротехнологическим университетом, это республика Саха, Якутия. Мы с ними очень плотно сотрудничаем с этим вузом, подписали меморандум о сотрудничестве. И в настоящее время наши ребята обучаются по этой программе, то есть магистранты наши по специальности на агрономии и технологии пресс-продуктов животноводства, они обучаются в нашем вузе, а также в вузе-партнере, вот в АГАТУ. По специальностям бакалавриата могу сказать, у нас такая есть фишка очень интересная, мы ее запустили, то есть при поступлении к нам на данные специальности, то есть на аграрные, также на агрономию, на технологов, ребята зачисляются в вуз-партнер на специальность экономика в бизнесе. То есть параллельно они получат два диплома казахстанского образца, диплом по специальностям агражданам и диплом российского образца по специальности экономики в бизнесе. Соответственно, и ребята с того вуза с АГАТУ, они поступают у себя в вузе на аграрные специальности, а в нашем вузе они обучаются на факультете истории экономики права, тоже на специальности экономика. То есть вот в таком плане мы как бы двигаемся. Ну давайте перейдем все-таки к теме, да, почему же сегодня, на сегодняшний день возникает острая нехватка специалистов, кадров в сельском хозяйстве, почему такая острая востребованность и почему, ну все-таки наверняка, но не сильно активно к вам идут, да, выпускники, студенты? Это можно сказать, даже ложа руку на сердце, я с вами согласен, Елена, да. Проблема, это проблема острая. Конечно, это очень большая проблема. Ну вот давайте порассуждаем, Дмитрий, почему все-таки сегодня не хватает специалистов? Ну, знаете, как вам могу сказать, судя в настоящее время, как относится молодежь к этому всему, я вижу в них, что для них остаться на селе это очень большая проблема. Хотя, допустим, во многих селах нашего региона и во многих селах республики созданы вообще такие условия, я вот смотрю, действительно, социальная сфера развивается. Каждый, допустим, фермер при приезду к нему в село дает жилье с центральным отоплением, там, автомобили служебные и так далее. Все условия создаются. Да, все условия создаются, но в понимании молодежи, понимаете, в понимании родителей такое понятие, что вот, что сельское хозяйство было как раньше, то есть люди как работали на земле, грубо говоря, там скажем, или в животноводстве, то есть работали... То есть непосредственно, да, на земле на дороге. Я не агроном, я не работаю с землей, да. Это же совсем не так? Давайте мы убедим в этом, что это не так. Это не так. В настоящее время развивается цифровизация сельского хозяйства, то есть все процессы, допустим, взять даже все самые процессы в агрономии, в животноводстве, все цифровизировано. Вот, допустим, каждый год в нашей области строится там энное количество малышно-товарных ферм, но ведь многие люди же не знают, какие сейчас в настоящее время фермы. Туда заходишь, действительно смотришь, и что глаз радуется, любуешься. Все процессы цифровизованы, везде компьютеризация. То есть физический труд человека сведен к минимуму. И вот для этого, чтобы все эти инновации работали, нужны именно специалисты в сфере сельского хозяйства, которые будут, как говорится, всю эту машину двигать, толкать, чтобы она работала. Потому что, если ты не знаешь цифровизации в настоящее время в сельском хозяйстве, тебе там ловить нечего. Ведь у многих понятие какое, как раньше было. Все ходили, говорится, в керзовых сапогах, засучив рукава и так далее. Сейчас этого нет. Я сам работал на производстве. Я знаю, что это такое. То есть везде физический труд, как таковой, я говорю, сведен к минимуму, физически работают, естественно, только доярки, скотники, скажем, и так далее. В агрономии можно сказать, что сейчас везде цифровизация полей, земледелие экологическое и так далее. То есть все это точное земледелие, оно сведено к тому, что все через компьютер. Все можно сесть в любой точке мира, открыть и посмотреть, где на каком поле какая влажность, какое качество там, допустим, почвы и так далее. То же самое и в животноводстве, специалисты зоотехники. Расчет рационов. Ты вбиваешь все основные показатели, сам компьютер тебе выдает твой рацион, ты по нему уже работаешь. То есть он рассчитывает за тебя. Облегчает твою работу, даже умственно считать уже, грубо говоря, скажем, не надо. То же самое в процессе. А может быть наоборот, уже как-то, знаете, клин клином вышибают, и возможно, все перевернулось ног на голову. Теперь уже не на земле, может бояться работать с цифровыми уже технологиями. Может быть пугают их инновации, которые сейчас в агропромышленном комплексе. В общем, что-то пугает, чего-то не хотят. Но вы уже проводите эту профориентационную работу очень активно. Ездите по районам, ездите по селам, встречайтесь с выпускниками, с родителями. Что они-то говорят? Я же вот повторюсь, как я сейчас вам до этого говорил, у многих родителей понятие какое. И, допустим, даже в тех же селах. Вот они сами живут там, да, и говорят, я не хочу, чтобы мой ребенок жил там. Да, да, повторил мою судьбу и жил в таких же условиях, понимаете. Это все идет от них. Потому что, ну, что греха таить? Каждый родитель влияет на своего ребенка при поступлении. Там процентов 90. Как родитель скажет, так и будет. Ну и просто, я говорю, судя даже по себе, я могу сказать, вот как я проработал. У нас многие преподаватели молодые сейчас, кто работает, они тоже поработали на производстве. Ну, действительно, даже сейчас я учился вот буквально прошло там 2-3 года. Расскажите о вашей практической. Где вы учились, на какой специальности, где вам довелось работать и как эта работа происходила? Ну, я окончил Павловский государственный университет имени Тора Игорова по специальности технология производства продуктов животноводства. После окончания бакалавриата я сразу поступил в магистратуру, но параллельно меня пригласили работать. Получается, при прохождении практики на 3-4 курсе я проходил практику в крупном сельхозформировании Павловской области. И меня пригласили туда работать. То есть после окончания директор мне предложил заработную плату, дом, жилье, транспортное средство. То есть я уже знал, что я иду на работу. Но я как бы не побоялся, я пошел. Мы с моим одногруппником вместе пошли работать. Я работал непосредственно зоотехником сначала по кормам, то есть полностью составление рационов. Что, специально зоотехник? Да, то есть технолог, зоотехник, да, идет. Ну, как? Это в настоящее время ее сделали технология производства животноводства. Красивое название. А вообще, простым языком, это зоотехник. То есть человек, который занимается непосредственно разведением животных, составлением рационов, цифровизацией и так далее. То есть моя работа заключалась как таковая. Составление рационов, работа по премиксам и так далее. Затем уже непосредственно немножко поработав, у меня расширился круг моих полномочий, то есть я стал уже непосредственно отвечать за комплексы, допустим, молочные, которые у нас были. При мне в этом хозяйстве был открыт еще один молочный комплекс товарный, мы запустили эту молочную товарную ферму. То есть у Дуев повышались с каждым годом, у директора стояла планка, чтобы открыть еще один комплекс. Ну, соответственно, каждый бизнесмен работает на себя, чтобы у него было, соответственно, больше, больше, больше. Но мы работали, и физически, я могу сказать по себе, я вообще ни один день физически не работал. Моя работа заключалась в организации труда, уверенной мне, допустим, бригады или подчиненных, составлении непосредственно рациона, работа по искусственному осеменению животных, то есть подбор семени и так далее. И непосредственно прием нового поголовья, который у нас получали, то есть движение скота, все полностью, вся отчетная документация ложится на плечи зоотехника, так скажем, который за это все отвечает. В настоящее время еще многим хозяйствам требуются зоотехники, вот допустим, мой друг, с которым мы вместе работали, он работает зоотехником-учетчиком на базе информационно-аналитической системы, то есть база ИАС по всему Казахстану, это ведение племенного учета. То есть в настоящее время в нашей республике весь скот социфровизирован, то есть по биркам, грубо говоря, скажем, на ушах, все поголовье племенное, что имеется в нашей республике, оно занесено в эту базу. И непосредственно в настоящее время становится вопрос нехватки кадров именно по этой базе работы, потому что в каждой хозяйстве нужен зоотехник-учетчик, который будет все, от рождения, допустим, этого животного, да, вести весь учет до конца, то есть до выбытия его до смерти. То есть вот она цифровизация, которая приходит в нашу, как говорится, в наше животноводство в республике. А у нас в области, где вам пришлось поработать? В Северо-Казахстанской области я поработал в командирном товарища Зенченко и компания. Я работал заведующим молочно-товарного комплекса номер один. Это первый комплекс, который был построен в Казахстане, получается, по поручению нашего Ельбасына, Руслана Вишина, Зарбаева, Геннадий Иванович, еще тогда Зенченко, строил этот комплекс совместно с Сауэром Ивановичем, ТО, агрофирма «Родина» в Акмолинской области. Эти два комплекса были в агрофирме «Родина» построены и у Зенченко. Я работал на данном комплексе заведующим молочно-товарной фермы. Тоже могу сказать по себе, получал я хорошую заработную плату. Я очень благодарен, действительно, я познал многое в данном хозяйстве. Я познал многие технологии, то есть ведение именно от рождения животного до его плодотворного осемнения, то есть до выхода уже… Для себя что-то новое вы открыли, да, непосредственно? Да, какие-то… Когда практикуешься, наверное, конечно, открываешь что-то. Конечно, да. То есть новые технологии, знаете, я для себя познал. Я поэтому говорю всегда ребятам своим, кто у нас учится, студентам, я всегда говорю, нужно пойти поработать на производстве, потому что… Практика. Практика должна быть. Даже на практике, на производственной, мы тоже… Они у нас выезжают в хозяйство, проходят там практику, и они приезжают, понимаете, они уже переосмысливают то, что они… Допустим, мы им говорим одно, когда ты сам там поработаешь, ты видишь, что действительно делается на практике, ты сам уже переосмысляешь. Поэтому, я говорю, нужно работать в данной отрасли, потому что даже в период локдауна, можно сказать, в период карантина, все вы знаете, сельское хозяйство, оно не остановилось. Никого не уволили, никто не остался. Как оно работало? Пассивная как шла, так шла, молоко как доилось, как доилось, переработка как шла, как шла. Это отрасль, которая… Да, не потеряла ничего. Да, востребована, несмотря ни на какие причины локдауна. Дмитрий, еще такой вопрос. Ну, я знаю, вы уже сказали про инновации, но вот буквально недавно у вас на платформе Zoom проходила научно-практическая конференция. Вот очень хотелось бы узнать, как проходила конференция, ведь там участвовали, это была международная конференция, участвовали зарубежные, да, ваши партнеры. Как у вас, вот, скажем так, партнерство идет с зарубежными научными кругами в этом плане, какие инновации, с чем они поделились, с чем они поделились с вами? Ну, давайте, наверное, начнем с того, что я немножко расскажу о наших партнерах. Мы сотрудничаем очень плотно с многими вузами, как приграничными нашими, так скажем, так и за рубежом. На данной конференции выступили представители с университета Палермо, это был Кармелла Датци с Италии, то есть ученый. Он даже приезжал в прошлом году до коронавируса в наших студентов, он читал лекции в нашем университете. Потом там выступали наши близкие партнеры, очень сильно мы с ними сотрудничаем, очень тесно, вернее сказать. Мы открыли совместно с ними агротехнопарк на базе нашей агробиологической станции. Они предоставили нам лабораторию биотехнологии сельскохозяйственных растений в нашем университете. Это университет сельского лесного хозяйства, северо-западный университет сельского лесного хозяйства, КНР с Китайской Народной Республики. Профессор был Шан Вейсин, который очень плотно мы с ними сотрудничаем. Они также непосредственно читают лекции для наших студентов. Они нам дали семена, в настоящее время наши ученые, агрономы, которые, наши ученые непосредственно кафедры агрономического лесоводства, они закладывают опыты на агробиологической станции, то есть все семена китайской селекции, которые приживутся в наших условиях, то есть в иероказахстанской области. Мы очень плотно с ними сотрудничаем. Для агротехнопарка они поставили технику малогабаритную, то есть у нас имеется техника от них. И, конечно, это крутая инновационная лаборатория, которой действительно очень на ней можно работать. В настоящее время также ученые там занимаются, наши коллеги мои занимаются непосредственно разработками, также студенты привлекаются туда для занятий. То есть выращивание... Это на базе университета сейчас? На базе университета, да. Буквально в прошлый год, по-моему, до пандемии тоже все это оборудование было привезено, с Китая доставлено. И уже как бы идут разработки, да? Да, уже идут разработки. То есть совместные какие-то вместе с ними, то есть они рекомендации дают и наши ученые, соответственно, там занимаются непосредственно в этой лаборатории. Лаборатория называется «Биотехнологии сахаристных растений». У нас, как вам можно объяснить, у нас образовательная программа биотехнологии, она идет больше к сельскохозяйственным растениям. То есть биотехнология, само понятие же обширное, есть биотехнология в животноводстве, в переработке, можно так сказать, и в растении и в отстве. Вот у нас как бы направленность биотехнологии, она больше биотехнологии в растении и в отстве. То есть там выращивание какого-нибудь безвирусного картофеля, и вот таким моментами будут заниматься в данной лаборатории. Это не новые сорта, получается, выводят вот эти ноу-хау? Как вот вам даже сказать, я даже не скажу, как новые сорта, не новые. Может, нельзя об этом говорить просто-напросто, но раз биотехнологии, конечно. Ну, какие-то инновационные моменты тоже это все будет. Что-то творят, скажем так. Да, что-то творят, можно так сказать, да. Ну, вообще, конечно, все оборудование было поставлено, действительно, очень плотно мы с этим вузом сотрудничаем. Наши студенты выезжают туда до пандемии, по крайней мере, выезжали по программе академической мобильности. Профессор вот этот, Шан Вейсин, он выступал на нашей конференции, открывал конференцию, он рассказал о нашем плотном сотрудничестве. Наши, соответственно, преподаватели выезжали туда, в Китайскую Народную Республику, в этот университет. Посещали, то есть, понимаете, у них в вузе создана база при университете, то есть, большая, обширная. То есть, их студенты, не выходя, грубо говоря, скажем, из стен вуза, я могу спуститься, и вот оно, животноводство. Вот я вышел, я могу посмотреть, как все это всем обучается, то же самое по растеневодству. Нам, соответственно, конечно, в этом плане тяжеловато, мы вывозим своих студентов, но мы, как бы, эту технологию мы поддерживаем. То есть, дуальное образование у нас на нашем факультете идет на первом месте. Мы сотрудничаем со многими сельхозформированиями региона, и мы стараемся для занятий студентов вывозить именно на эти предприятия, чтобы они посмотрели. То есть, помимо производственной практики, что они проходят, мы стараемся дуальное обучение, то есть, мы вывозим своих студентов, они все это смотрят. И стараемся привлекать, ну не стараемся даже, а как можно сказать, мы привлекаем работодателей для чтения лекций. Вот очень хороший могу пример привести по образовательной программе технологии продовольственных продуктов. Мы сотрудничаем очень плотно с предприятием ТО «Молочный союз», в настоящее время там директор Гриценко Андрей Валерьевич. Он пришел к нам в университет, как бы сказал, что вот полностью пойдет модернизация завода, непосредственно новая технологическая линия будет ставиться по производству именно сыров. И он сказал, мне будут нужны эти специалисты технологии. Мы ему предложили, у нас есть дисциплина в данной образовательной программе технологии продовольственных продуктов, у нас есть дисциплина технологии производства сыра и продуктов из молочной сыворотки. Мы предложили ему почитать лекции по данной дисциплине. То есть, лекции он проводил непосредственно в Zoom онлайн для ребят, а на практические занятия лабораторные они выезжали уже непосредственно на завод. А про сыровару польского расскажите, пожалуйста. Не забудьте, да. Тоже сотрудничество. Да, сейчас я вам тоже добавлю к этому всего. Сейчас расскажу про сыроделие. То есть он прочитал лекции непосредственно для наших ребят. В настоящее время он взял дипломное руководство. То есть 6 человек, которые пишут дипломные работы, именно связанные уже с заводом, что заводу требуется. То есть какая технологическая линия, получение того или иного сыра, какие-то применения заквасок и так далее. Он им дал тему, они работают, и он уже сам над ними руководит. То есть непосредственно на территории завода они уже пишут эти дипломные работы. Это тоже очень важный момент. То есть два в одном, так получается, да. Они студенты ваши, получается, уже как бы специалисты этого предприятия. Конечно, конечно. Они заработают на него. Это тоже очень важный момент. По технологии производства животноводства можно сказать, что тоже мы ребят привлекаем. То есть вывозим их на все инновационные, младшие товарные фермы. Это командир товарищей Мамбетов и компания. Птицефабрики, Бишкульская, то есть Петропавловская бролиная птицефабрика. Наши ребята выезжают туда непосредственно тоже. Со всем технологическим процессом они знакомятся. То есть как бы с производством мы работаем. То есть сельхозтоваропроизводители нам открывают. То есть база вот этой производства у нас замечательная, в принципе, да? Да, да, да. Все это есть. И фермеры вот как бы идут навстречу вам, и ребята могут непосредственно все это увидеть. Да. То есть есть где, что посмотреть, практиковаться. Я вот хотел бы немножко, вы задавали вопрос про польского сыродела, так скажем. Да, вот получается наш хороший партнер, вот Андрей Валерьевич Гриценко, он, когда к нему, они пригласили специалиста-технолога из Польши, именно по сыроделию, он приехал сюда, Петр Сгужинский, правильно, если я скажу. Получается, он сюда приезжал, и Андрей Валерьевич позвонил и предложил, давайте мы его приведем в университет. Ну и для тех ребят, которые... У нас получилось, знаете, какой момент? То есть на тот момент, когда он был на заводе, ребята третьего курса проходили производственную практику. Ну четвертый курс, соответственно, кто дипломники, Андрей Валерьевич, они тоже там проходили практику. И вот они попали именно в этот момент, когда этот поляк, скажем, был там, занимался, рассказывал этим технологам завода все процессы, и наши ребята все это послушали, с ним поучаствовали. Но в то же время Андрей Валерьевич предложил привезти его в стены, говорится, к нам в университет для ребят младших курсов, там второго, ну и те ребята, которые первого курса, мы также приглашали именно технологов. То есть он пришел, этот специалист, со своей стороны, у него своя, во-первых, школа сыроделия в Польше, он туда приглашал нас, сказал, что если как с пандемией все пройдет, коронавирус, приезжайте, рад был вас всех видеть. Как бы со стороны завода вся эта инициатива была, то есть они ему все это оплатили непосредственно, то есть завод все оплачивал, и он пришел и прочитал для наших ребят лекцию. Преподаватели наши именно, которые ведут по данной образовательной программе, они тоже его послушали. То есть о пороках сыра, о каких-то таких моментах, фишках современных, он все это пояснил. Ну, конечно... Каким бывает настоящее, я тоже рассказал, да? Да, каким бывает настоящее. Это совсем не то, что у нас на прилавках, наверное, да? Да, не говорите, самое главное, да. Так по секрету. Да, это я вам по секрету скажу. Ну, по крайней мере, ввиду к тому, что они, по крайней мере, с Андреем Валерьевичем Гриценко, вот специалисты, директор завода, они отзывались к тому, что хотят на ТО «Молочный союз», но будет реорганизован Евразия Милкзавод, это вам тоже так по секрету говорю, они хотят довести, чтобы качество было на уровне европейского, то есть стремятся к этому. А чтобы качество было на уровне европейского, должно быть сырье на уровне европейского, а сырье получают, как говорится, от наших фермеров. У нас у фермеров как... Как цепочка прослеживается, да? Вот, допустим, сырье, чтобы... Качество продукции, качество переработки, сама продукция должна быть качественная. Ну, и, соответственно, потом, как вы сказали, что это вести, вот это животное, как вы говорите, от самого начала и до конца. Ну вот я и хотел бы немножко, знаете, мы подводим уже ко всему, к названию, как говорится, нашей кафедры продовольственная безопасность. То есть продовольственная безопасность страны, она ведь заключается в качестве продукции, которую мы употребляем. Но я вот и хотел бы немножко, как бы сказать, пояснить. То есть у нас идет подготовка по двум образовательным программам, по моей кафедре могу сказать, это ТППЖ, животноводство и ТПП переработка. И вот без животноводства ТПП, допустим, переработка существовать она не может. Потому что животноводы, зоотехники, они готовят непосредственно сырье. Как ты накормишь это животное, столько молока она тебе даст. Как ты его откормишь на кормочной площадке, такой привес у него будет, столько мы мяса получим и так далее. Поэтому всегда на всех занятиях, даже мы для своих технологов-переработчиков, мы говорим, без вот этих ребят вы существовать не сможете, то есть сырья не будет. То есть они первоочередные. Да, как бы первооснова, да, это всего идет. То есть какое качество будет сырья, то же самое. У нас фермеры многие как рассуждают, качество сырья идет по, судят они, допустим, по количеству жира. То есть молоко жирное, ага, фермер... Значит качественное. Да, значит качественное. Но это не всегда так. Это не всегда так. Допустим, по тому же сыру могу сказать, для него важен белок. Какой будет белок в молоке, соответственно, такой сырный будет. Количество белка. Да, вот даже с директором завода разговариваем с Андреем Валерьевичем. Он говорит, вот многие фермеры говорят, да у меня жир там 4,6, там 4,5. Это большой... Нет, на самом деле надо стремиться, чтобы все показатели были высокими, чтобы получать не только, допустим, молочные продукты, но перерабатывать действительно в сыр. В Северо-Краснанской области таковых предприятий по переработке сыра, ну единицы, их можно там на пальцы, говорится, перечитать. И вот раз предприятие само стремится получить продукт европейского качества, который будет действительно на высоком уровне, но будет уже на нашем рынке, поэтому мы должны проследить всю эту цепочку, чтобы сырье поступало качественное, его качественно переработали и получили качественный продукт. Чтобы продовольственная безопасность была страны, вся эта продукция, которую мы получаем, была качественная, хорошая. Качественная. Качественная. То, что мы говорим, правильное питание, правда? Да, правильное питание. Потому что это очень новомодное сейчас, да, слово правильное питание, а мы иногда не задумываемся, что такое правильное питание. А вот именно тот рацион, который должен быть белков, углеводов, состав в совокупии, и это и есть правильное питание. Ну что ж, эфирное время. Я думаю, мы ответили на главный вопрос и нашли причину. Но все-таки я думаю, что причин-то особых для того, чтобы была нехватка специалистов, их нет. Вот, Дмитрий, вы рассказали столько всего интересного. Мне кажется, ну, просто должны заинтересоваться ребята. Но я думаю, никаких сложностей с поступлением так вам нет. Вот что нужно для этого всего лишь? Ну, я вот немножко поясню сейчас тоже по этому вопросу. У нас, во-первых, проходной самый низкий балл. Вот как бы ложа руку на сердце, я могу сказать, 50 баллов на сельхозспециальности уже поступаешь. Предметы, которые нужно сдавать, это агрономия, биотехнология, ТППЖ, ТПП, это биология, химия. А, защита карантин растений еще забыл. Вот на эти образовательные программы нужно сдавать биологию, химию, предметы специальные. Для лесных ресурсов и лесоводства сдается биология, география. У нас как бы еще конкуренция большая. Видите, внутри факультета в каком плане. Это что ребята, когда поступают, они выбирают агрономию. Но мы как бы стараемся все равно работать всем факультетом в тандеме, чтобы набор сделать на все образовательные программы. Потому что все сельхозтоваропроизводители приезжают и просят, допустим, нет такого, что там приезжают, говорят, вот мне зоотехники нужны. Все говорят, нужен агроном, нужен там защита карантин растений, нужен ТПП, технолог, нужен то, нужен. Как бы все делают запросы, поэтому мы стараемся готовить. Но вот единственное у нас западает действительно программа образовательная, это технология продуктов животноводства. Не поступают ребята на данную образовательную программу. Еще немножко я скажу, вот знаете, в каком плане. Вот буквально на днях прочитал в интернете, Кумар Иргибаевич на своих страницах везде публиковал, что на заседании правительства был принят план, стратегический план развития нашей области на 2021-2025 годы. В котором, там, по-моему, 500 миллиардов инвестиций в нашу область будет выделено. И вот Кумар Иргибаевич Аксакалов на Шаким области говорит, что будет построено 52 молочные товарные фермы. А кто-то же должен работать на них. Да, 6 от кормочных площадок. 52? 52 молочные товарные фермы. Просто цифры, подумайте. Это какой объем молока, во-первых, увеличится производство. Также он сказал, что будет построено 2 крупные птицфабрики. Туда тоже нужны специалисты-технологи, именно животноводы, именно зоотехники, которые будут заниматься непосредственно этой птицей, непосредственно этими от кормочных площадками, то есть составлять те же самые рационы, чтобы получить большой привес. А на молочных товарных фермах это вообще отдельный разговор. Чтобы получить большое количество молока, нужно хорову хорошо накормить, дать ей хорошее условие содержания, за ней ухаживать и так далее. Применять осеменение, то есть внедрять какие-то инновационные технологии. Вот многие фишки такие, так скажем, мы применяем на своих занятиях. Вот ребятам я сам по своему опыту рассказываю. То есть технология есть такая в животноводстве, трансплантация эмбрионов называется. То есть это тот момент, когда от одного животного можно получить, допустим, за год не одного теляна, как мы все привыкли видеть, а от одной плодотворной, скажем так, самки, матки, можно получить до 12-13 телят за год. Ну что ж, Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу, за содержательный такой разговор. Я думаю, что мы с вами на многие вопросы ответили, которые мы ставили и в нашей теме, и в начале программы. Я думаю, что ребята, те, которые, возможно, смотрят и заинтересуются, которые стоят сейчас перед выбором, это абитуриенты, их родители, обязательно заинтересуются вашим факультетом и примут решение в вашу пользу, скажем так. Мы тоже на это надеемся. Вам большое спасибо. Поступайте к нам на факультет, будем вас всех ждать. Очень рады. В Североказахстанский университет имени Монаши Кузыбаева. На агротехнологический факультет самое главное. Спасибо большое. Всего вам доброго, уважаемые телезрители. До встречи в программе «Из первых уст». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...